Здравствуйте, у вас есть тесты на коронавирус? Тесты есть на коронавирус, но успели с малым количеством. Не успели завести, а уже заканчиваются, говорят фармацевты. Экспресс-тесты на коронавирус теперь можно купить в одной из крупнейших в крае аптечной сети. Достоверность такой диагностики, уверяют специалисты, 99%. Если у человека COVID-19, можно определить, даже если болезнь протекает бессимптомно. В период первой волны пандемии они очень хорошо показали себя. Эти тесты использовались в медицинских учреждениях для первичной диагностики коронавирусной инфекции, чтобы лечащий врач уже мог принять оперативные решения по пациенту, например, по его изоляции, до того, как придут анализы из лаборатории. Правда, стоит такой тест недешево. За упаковку придется заплатить 2500 рублей. Но, тем не менее, их быстро раскупают. Из 1000 упаковок больше половины уже проданы. Небольшую партию даже отправили в районы. В основном за такой экспресс-диагностикой, говорят фармацевты, приходят руководители небольших компаний. Они берут тесты для своих сотрудников. Мы также купили упаковку, чтобы посмотреть, как тест работает. Чтобы сделать экспресс-тест на коронавирус, не обязательно быть медиком. Сделать это можно в домашних условиях или, например, на рабочем месте, чем я сейчас и буду заниматься. Вот мой доброволец Алексей. Ранее ковидом он не болел. И сейчас тоже никаких признаков. Простуды у него нет. Но знать ли это, что опасной коронавирусной инфекции в его организме нет, мы сейчас и проверим. Все делаем по инструкции. В наборе тестовая кассета, стерильный тампон и специальная пробирка. Все в индивидуальной упаковке. Важно сделать забор сразу после вскрытия всех компонентов. Теперь ждем результат. Он должен проявиться в течение 15 или 30 минут. Итак, 30 минут прошли. И вот у меня в руках уже готовый результат. Как мы видим, на тест кассете ярко выделена одна полосочка. И она на букве «С». Это значит, что у нашего добровольца нет коронавирусной инфекции. Что могу сказать, все достаточно просто, быстро и, наверное, достоверно. По крайней мере, именно так делают тесты и в поликлиниках. Единственный и довольно весомый минус – цена. Не каждый легко выложит 2,5 тысячи. Но самое главное – показания такого самостоятельного исследования в расчет лечащие врачи берут. Правда, говорят, тест ПЦР эффективнее. У этих тестов есть разрешительные документы. Соответственно, они могут быть использованы. Они достаточно эффективны и пользуются спросов у населения. Тем не менее, их эффективность ниже, чем у тестов, которые проводятся в лабораториях методом ПЦР. Если у вас есть клиника респираторного заболевания, вы делаете данный тест, и он у вас положительный, вам необходимо вызвать врача на дом, потому что с высокой долей вероятности у вас действительно коронавирусная инфекция. Так что сказать однозначно, выдадут ли вам больничный на основе аптечного теста, нельзя. Это зависит от массы факторов. Ну а для собственного успокоения, говорят врачи, такие тесты можно делать как угодно часто. Екатерина Любим, Павел Пателицин, Енисей. Новости.